Среднемоторный суперкар Aston Martin RB-003 был анонсирован еще в 2018 году, причем с первым за полвека двигателем собственной разработки. Концепт-кар показали в Женеве год спустя, а в 2020-м мы видели уже предсерийную машину под названием Вальхалла, и одновременно тогдашний глава Астона Энди Палмер представил трехлитровый V6. На новый битурбодвигатель TM-01 возлагались надежды. Напомним, что сейчас Aston Martin использует два мотора. V12 разработан еще во времена, когда фирма принадлежала Форду, и до сих пор закупается у него. А V8 поставляет AMG. План Энди Палмера был как раз в том, чтобы отказаться от покупных агрегатов в пользу собственного V6. Тем более, что с новыми моделями — Вальхаллой и Валькирией — помогало гоночное подразделение Red Bull. Но все пошло не так. Долю в Aston Martin купил канадский миллиардер Лоуренс Тролл, в кресло гендиректора сел бывший босс подразделения Mercedes-AMG Tobias Murs, моторы Мерседеса используют команды Формулы-1, а собственный Мерседес объявил о намерении нарастить свои доли в компании до 20%. Не удивимся, если Aston станет одним из мерседесовских суббрендов. В таких условиях сотрудничество англичан с Red Bull закончено на мелкосерийный Valkyrie, которую переделывать поздно. Фирма Cosworth разработала для нее оригинальный атмосферник V12. Помимо дорожной версии готовится трековая Valkyrie AMR Pro, которую даже хотели выставить в Лимане. Но гоночная программа уже отменена, а клиентские машины доделают. И 25 трековых, и 150 дорожных экземпляров ценой под 3 миллиона долларов уже проданы. А вот младшая модель Valhalla перепроектирована полностью. Собственный двигатель V6 забыт. Вместо него привычный турбомотор V8 от AMG, но тоже с гибридным довеском. Сам двигатель выдаёт 750 сил, а ещё 204 поставляет пара электромоторов. Один установлен на передней оси, а второй на задней, встроенной в восьмиступенчатую роботизированную коробку. Суммарная отдача гибридной установки — 950 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров. На электротяге Valhalla разгонится до 130 км в час или проедет 15 километров, ведь ёмкость тяговой батареи даже не удостоили упоминания. Зато электричество отвечает за задний ход. Все восемь передач у Valhalla — передние. Что из этого получится, узнаем в 2023 году. Зато тираж уже не ограничен полутысячей штук, а цена должна упасть на полмиллиона долларов. Продолжение следует... Продолжение следует...